Всем привет, друзья! Рада приветствовать вас на нашем канале! Сегодня я готовлю очередной вариант быстрых горячих бутербродов. Вообще, обычно у меня горячие бутерброды, это может быть абсолютно вообще разные использоваться ингредиенты. Вот обычно я их готовлю, что есть в холодильнике, и с того и готовлю. Сегодня это крабовые палочки, сыр и одно отварное яйцо. Сюда же можно добавить любую зелень, либо зеленый лук, зеленый укроп, петрушку, что вы любите. У меня свежей зелени нет, есть замороженный укроп, можно при желании тоже добавить. Хлеб я буду использовать вот такой вот для тостера. Запекать в духовке буду, ну сейчас все покажу, значит, сыр, крабовые палочки, яйцо. Крабовые палочки я нарежу, можно кубиком, можно помельче, я вот таким вот образом. Они все равно будем перемешивать, они все равно как бы потеряют. Если я кубиком нарежу, кубик все равно не останется. Вот так вот просто нарезаю, ну кружочками. Смотря какого качества крабовые палочки. У меня они, видите, вот сами распадаются на вот такие вот фрагменты. Сейчас, конечно, непонятно из чего готовятся эти крабовые палочки. Но, конечно, я же говорю, зависит от цены. У меня недорогие крабовые палочки, соответственно, такие вот они как есть. Не думаю, что здесь используется крабовое мясо, но все же мы покупаем и это едим. Так, нарезаю. Подготовьте сразу мисочку удобную, где все это можно будет перемешать. Так. У меня вот такая прекрасная зелененькая яркая мисочка. Высыпаем. Один кусочек мимо. Яйцо. В принципе, дальше я не вижу смысла использовать нож и дощечку. Будем использовать терку. Сюда я натираю сыр. Можно... Ой, смотрите, все у меня летит из рук. Ну, у меня как обычно, да? Кто смотрит мой канал, знает, что у меня на кухне все летает. Есть у меня крупная терка, есть мелкая. Вот на мелкую терку я натираю сыр. Прямо вот сюда на крабовые палочки. И еще забыла сказать, нам понадобится майонез. Если вы не едите майонез, пожалуйста, используйте сметану, там, йогурт. Ну, конечно же, не сладкий какой-то. Что вам хочется, то и добавляйте. В нашей семье кушают майонез, поэтому без проблем добавляю майонез. Видите, у меня ингредиентов немного. Я так рассчитываю, что у меня получится бутерброда 4 где-то. Хлеб вот такой вот у меня довольно-таки большие кусочки. Я думала разрезать, может быть, напополам, либо вот так вот наискосок. Ну, не буду заморачиваться. Такой вот классный большой бутерброд. Взял, съел и наелся. Зачем все это разрезать помельче? Так, натираем, натираем. Готово, друзья. И сюда же на... Ну, давайте на крупную терку натираем одно яйцо. У меня есть еще отварные яйца. У меня всегда в холодильнике имеются отварные яйца. Это очень удобно. Хочешь есть, ты можешь отварное съесть. Либо быстренько тут же, добавив какие-то консервы и так далее, приготовить любой салат. Поэтому яйца у меня есть. Но я думаю, что на такое количество сыра и крабовых палочек, совсем у меня их немного, одного яйца будет достаточно. Так, смотрите. Достала я свою замороженную зелень. У меня это зелень укропа. Я всегда на зиму замораживаю вот в таких вот контейнерах. Это очень удобно. Конечно, она вот так вот замерзает одним цельным куском. Но я как-то приноровилась. Смотрите, я беру вилочку, просто необходимое количество вот так вот щелкнула и добавляю. Ну, в этом случае, сегодняшнем я вот так вот разомну, нам нужно, чтобы он растаял. И добавлю я совсем, совсем немножко, чуть-чуть укропа. Так, чисто для аромата. Вообще, конечно, зеленый лук сюда идеально подходит. Но нету, так нету, ничего страшного. Обойдемся. Итак, все, зелень отправляю обратно в морозилочку. Теперь, смотрите, можно добавить перец, можно добавить соль. Можно даже какие-то приправы. Не буду заморачиваться. Чуть-чуть перчика. Вот, буквально немножко. И соль. Ну, хотя, смотрите, если у вас сыр соленый, крабовые палочки, в принципе, тоже соленые. Можете соль не добавлять. Но я так вот чуть-чуть добавила, и у меня душа спокойна. Все. Теперь осталось давать майонез сильно много. Не добавляем, чтобы это все у нас не плыло, не текло. Чисто так вот, чтобы превратилось в общую массу. Вот можно даже вот так вот чуть-чуть перемешать, и мы посмотрим, достаточно или нет. Берем нашу любимую удобную ложку и перемешиваем. Тем временем, забыла сказать, включите духовку. Пускай она уже разогревается. Я буду запекать при 200 градусах минут 15. Этого будет достаточно. Сыр, чтобы расплавился. И можно слегка придать корочку. Даже знаете, как я делаю? Я в своей духовке включаю только верх. Вот можно низ, да, тен включать и верх. Я включаю только верх, поднимаю повыше. И все, мне 15 минут достаточно даже для того, чтобы оно поджарилось красивой румяной корочкой. Все, вот так вот, смотрите, больше я не добавляю майонеза. Этого вполне достаточно. Ну, можно разве что чуть-чуть, чтобы хлеб не был сильно сухим. Вот буквально, оп, вот так вот. Все, хватит. И теперь вот эту вот массу полученную мы выкладываем на бутерброды. Я думаю, что мне как раз на 4 бутербродика этого будет достаточно. Берем, можно вилочкой это делать, можно ложечкой. Давайте попробуем вилочкой. Сейчас я ее достану. Оп, готово. Давайте вот это я все лишнее уберу. Есть. Хлеб я ничем не смазываю. Можно, если любите кетчуп, помазать хлеб кетчупом. Ну, я просто вот так вот накладываю. В принципе, это уже прям вот не запекая в духовке, можно сразу кушать. Правильно? Правильно. Но у нас же горячие бутерброды, оно гораздо вкуснее получается, когда их теплыми кушать. Они получаются хрустящие и еще более вкусные. Так, сейчас я распределяю вот так вот накладываю, а потом уже нужно пройтись хорошо, чтобы по всех краях, чтобы по всем краям начинка у нас была. Сейчас я распределю. Четыре бутербродика. Оп. И теперь берем, чтобы удобнее было, вот так вот прямо в руку. Так, а ну-ка я сейчас верну свою дощечку. Пока что, потому что на тарелке не очень этого нужно делать. Буду выкладывать просто на дощечку. Вот так берем в руки. И смотрите, чтобы было вот по каждому краешку. Ну, чтобы не были пустые уголочки. Вот так вот разравниваем. Вот, смотрите. А вот был бы зеленый лук, оно было бы еще намного ярче, красочней. Но ничего. Так, добавляем остатки. Да, как я и говорила, вот ровно такие вот четыре кусочка. Не, ну, конечно, можно поменьше начинки накладывать. Но я люблю, чтобы было, знаете, так взял бутерброд и наелся, чтобы начинки не было так, как будто кто-то украл, да? Чтобы было это прям по-богатому. Вот так вот. Так, еще один последний. Сейчас мне так неудобно. Я возьму всю начинку сразу на него. Оп. Немножко здесь авария. Оп. И разравниваем. Ничего не будет ни разваливаться, ни распадаться. Хотя вот сейчас вроде бы начинка, да, она падает. Немножко так вот прижимайте, прижимательными такими движениями это все делаете. Но сейчас в духовке сыр расплавится. И все будет у нас просто идеально. Все, ребятки. Отправляем в духовку. Я выкладываю на противень. Я его... Сейчас я сотру со стола немножко. Застилаю пергаментом. Оп. Вот такой вот у меня обычный противень. Сейчас, одну секундочку, я достану свой пергамент. Вот, дорогимый. Оп. Отрезаю кусочек по размеру. Вот у меня есть такие прекрасные ножницы. Оп. Готово. Так, вот. И выкладываем наши бутербродики. Оп. Просто прекрасно. Просто идеально. Все. И отправляем эту красоту в духовку. Вот и все, друзья. Ровно 15 минут. Посмотрите, какие получились вкусные, классные бутерброды. Перекладываю их на блюдо. Смотрите, за счет того, что я включала в духовке только вверх, они сверху подпеклись. Бока тоже хрустящие. Но низ при этом остался мягкий. Поэтому не нужно ничего прям грызть, надгрызать. Они мягкие и вкусные, ребята. Смотрите. С чаем это просто удовольствие неимоверное. Вот, посмотрите поближе. Хотите, давайте я вам один бутербродик сейчас разрежу. И мы посмотрим, как оно изнутри выглядит. Так, берем. Они сейчас пока горячие. Они вот самая вкуснота, они хрустящие. Разрезаю вот так вот. Оп. Посмотрите. Ребята. Посмотрите, сколько начинки. Это очень-очень вкусно, я вас уверяю. Очень. Ну что, друзья, кому понравился мой простой рецепт, поставьте лайк. Мне будет очень приятно. Пробуйте, готовьте по моим простым рецептам вместе со мной. Подписывайтесь на канал и всем приятного аппетита. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok